Современный снайпер Современные снайперы В 225 лет береговая охрана США патрулирует границы страны. Этот мобильный род войск вооруженных сил США участвует в спасательных операциях, занимается охраной правопорядка и защищает границы Родины. Хотя их численность не больше полицейского департамента Нью-Йорка. Сейчас запущена кампания по борьбе с наркоторговлей. Именно на береговую охрану легла задача по выявлению каналов поставки наркотиков в США из Карибского бассейна и Тихого океана. Недавно береговой охране пришлось изменить свою тактику в борьбе с наркотиками. Это принесло невероятный успех. Они стали использовать специальный тактический вертолетный взвод — «Хитрон». Эти натренированные солдаты смогли на 10% уменьшить поток наркотиков в Соединенные Штаты. При выполнении поставленной задачи они используют тысячи патронов, но их цель — не люди. Эти меткие солдаты стреляют двигатели лодок, которые перевозят наркотики. Новая тактика оказалась крайне успешной. Это самый эффективный способ остановить поток наркотиков в США. Мы долго тренируем своих солдат, говорим, что наши ружья могут вывести из строя двигатели лодок, которые в размере 40 на 40 сантиметров. Их цель — двигатели. Они не причиняют 3D-люди. Не имеет значения, куда они плывут, как быстро плывут, поворачивают ли. Вертолет занимает удобную позицию, чтобы снайпер сделал точный выстрел. В операциях береговой охраны применяется самое современное оружие в мире. Именно это и позволяет обезбредить контрабандистов с минимальными усилиями. Но наркоторговцы совершенствуют свою тактику и пытаются перехитрить береговую охрану, чтобы в итоге доставить свой груз США. В этой бесконечной борьбе властей и наркоторговцев, для которых подобрали новое определение наркотеррористы, вторые прибегают к целому ряду ухищрений, чтобы доставить товар из Южной Америки, США. Это нескончаемая игра в кошки-мышки между наркокартелями и властями, которые пытаются прервать наркотрафик. У них есть множество способов. Они даже пытались прорваться по воздуху, но неудачно. Часто транспортируют наркотики по земле, идут через Мексику, но на сегодняшний день доставка наркотиков по воде является для них наиболее успешной. В транспортировке наркотиков наркоторористы используют скоростные лодки. Несмотря на скорость, быстроходные суда очень вместительны. У них много места. Эти катера очень быстрые, у них несколько двигателей. Они выжимают из них максимум. Даже если и удается засечь быстроходный катер, догнать его очень сложно. Контрабандисты с легкостью ускользают от береговой охраны. Наши отряды на вертолетах занимаются поиском подозрительных катеров. В большинстве случаев это контрабанда наркотиков. Мы никак не можем остановить их, поэтому они ускользают. Мы пытаемся преследовать их, но это ненадолго. Если преступники замечают береговую охрану, они сразу же начинают текст, водогнать их невозможно. Единственный способ схватить их, это дотянуть до берега, но у нас недостаточно топлива, поэтому сделать мы им ничего не можем. Это была гениальная идея использовать хитрон для остановки быстроходных судов. Появилось противоядие против контрабандистов. В прошлом в бою между двумя лодками применялся один метод — уничтожение двигателя. Эта тактика оказалась эффективной против небольших и медленных судов. Можно было обезвредить катер, команда при этом оставалась цела. Конечно, вести огонь с катеров береговой охраны, которые в два-три раза медленнее, невозможно. Но огонь можно было вести с быстрых вертолетов. Тогда хитрон начал тренировки. В 1999 году нужно было доказать эту концепцию. В начале использовался экипаж из 10 человек, 6 стрелков, 4 пилота. На тренировке было 5 быстроходных лодок, они их остановили. До этого дня медленные лодки береговой охраны, их вертолеты, были беспомощны в борьбе с контрабандистами. Вертолет может догнать и остановить скоростную лодку. Они это делали, находили лодки на расстоянии в 90-100 километров и обезвреживали их. Это был серьезный успех. У береговой охраны появилось оружие в борьбе с наркотеррористами. Многие считают, что береговая охрана выполняет спасательную функцию, поэтому появление боевых вертолетов вызвало множество вопросов. Огнестрельное оружие на вертолете в надежных руках. Наша задача останавливать подозрительные катера. Все наши действия строго расписаны. Если сделаем все, как нужно, эти парни окажутся перед судьями. За испытательный срок отряды «Хитрон» изъяли одну тонну 190 килограмм кокаина и три тонны марихуаны общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Много кокаина? После такого успеха все скептики быстро умолкли. В 99-м «Хитрон» совершил свой первый успешный полет. Чаще всего мы сталкиваемся с кокаином. За все время уничтожили уже 180 тонн. Нам очень везет. За последний год мы остановили 31 лодку. 31 выстрел — это самый успешный год в истории «Хитрона». Кто у нас здесь, наркокурьеры? «Хитрон» вступил в финальную фазу своего формирования после трагедии 11 сентября. После нее береговая охрана была переформирована в Департамент национальной безопасности. Береговая охрана — эффективное оружие против скоростных лодок. Это подтвердило неудавшаяся атака на судно «Коул». Теперь у этого рода войск особая роль в безопасности Америки. «Хитрон» только начинал формироваться, когда произошла трагедия 11 сентября. Нас создавали для борьбы с наркотрафиком, но оказалось, что мы способны решать задачи национальной безопасности. Наши вертолеты быстрые, на борту снайперы — это очень эффективное оружие. Естественно, нас привлекли для выполнения задач национальной безопасности Соединенных Штатов. Думаю, представления о береговой охране изменились. Поменялись задачи. Я пришел сюда в 80-м году. В те времена береговая охрана занималась в основном спасательными операциями. Наша задача номер один — спасать людей. С тех пор мы сильно изменились. Сейчас выполняем такие операции, о которых раньше даже не думали. Мы не просто боремся с наркопотоком. Мы боремся с людьми, которые нелегально проникают в Соединенные Штаты. Это могут быть террористы. Нужно проверять людей, которые сидят в этих лодках. После обезвреживания мы тщательно проверяем их документы, наводим справки. Среди них могут быть и террористы, которые пытаются попасть в Соединенные Штаты. Перед береговой охраной ставят различные задачи. Национальная оборона и национальная безопасность стали играть важную роль после 11 сентября. Сегодня управление хитроном происходит из центрального офиса в Сесилфилд, в Джексонвилле, штаб Плорида. Здесь, среди таможенных терминалов и ангаров национальной гвардии, расположилась тренировочная база отряда, которая играет важную роль в охране в правопорядке и национальной безопасности. Сегодня хитрон формируют из лучших бойцов береговой охраны. Именно они поддерживают высокий уровень при выполнении различных операций. В отряде хитрон около 230 человек. Он состоит из трех основных частей. Вертолеты и люди, которые обслуживают их оружие, и персонал, который следит за ним, а также лодки с людьми, которые обслуживают эти лодки. Все они выполняют одну задачу. Они должны взлететь и обезбредить очередную лодку. Далее в современном снайпере. Тренировка снайперов. У нас есть несколько разных сценариев тренировок. Нельзя никого убивать. Если огонь открыть не удается, нужно сменить позицию. Отряд хитрон поднимается в воздух, чтобы потренироваться в реальных условиях. К ту лодку мы должны остановить. Симуляция. На позиции. Понял. Открыть огонь. Береговая охрана теперь играет новую роль в жизни Америки. Снайперы с вертолетов обезвреживают катера, которые пытаются нелегально прорваться к нашим берегам. Когда террористы и наркоторговцы пересекают границу, те отважные мужчины и женщины делают один точный выстрел по двигателю катера и останавливают нелегалов. Это узкоспециализированные солдаты, которые борются с контрабандистами. Никто не использует авиацию так эффективно, как береговая охрана. Наш оружие не убивает. Точные выстрелы останавливают их лодки, когда они отказываются добровольно сдаться. Но такие выстрелы требуют от стрелка хорошей подготовки. Это хитрон. Тренировки по стрельбе никогда не заканчиваются. Здесь все люди по-настоящему посвящают себя этому делу. Они работают день за днём. Для стрельбы нужно использовать любую возможность. Ты отрабатываешь каждую свою пулю. Нужно попадать в цель каждый раз. Именно этому нас учат. Только тренировки могут привести к успеху. Снайперы в хитрон отбираются по многим критериям. Сегодня каждое судно с контрабандистами, которое удается засечь, обезвреживается командой хитрон. Чтобы поддерживать заданный уровень, они вынуждены постоянно работать. Не все стреляют хорошо. Если снайпер даёт сбой не случайно, если он не может быстро адаптироваться к ситуации, нам приходится искать другого человека. Огневая подготовка начинается со стрельбы на земле. Здесь снайперы знакомятся со своим будущим оружием. Всё начинается с Барретта М107. Главная винтовка, которую хитрон использует во время операции, это Барретт М107. Калибр 7,62, укороченный приклад. Это типичная винтовка снайпера, которая хорошо подходит под наши задачи. Мы проводили испытания. Выстрел происходит на небольшом расстоянии. Калибр 7,62 выводит двигатель из строя гораздо эффективнее. Винтовки должны соответствовать особым критериям, чтобы подойти под специфику наших операций. Мы должны быть уверены, что каждая пуля, которая попадает в мотор, выводит его из строя. В 107 мы уверены. Выстрел производится с предельно маленькой дистанции. Поэтому пуля калибра 7,62 уничтожает двигатель катера. Психологически сложно перенести звук первого выстрела в кабине. Он останется с тобой на всю жизнь. Мощное оружие и задачи, которые ставят перед нами, они созданы друг для друга. Как запасной вариант, и для выполнения других задач, у снайпера есть модернизированная версия классической винтовки. М14 — это очень надежная винтовка калибра 7,62. Это улучшенная боевая винтовка береговой охраны М14ТБР. Модифицированная версия знаменитой М14. Здесь телескопический приклад и планка Пикатинни для крепления дополнительных компонентов. М14 впервые вступила в бой во Вьетнаме, но до сих пор она занимает важную роль среди снайперов за счет своей мощности, точности и скорострельности. Винтовка оснащена двумя априцерами. Оптическим Шмидт и Бендер, а также голографическим ИО-Тэч. ИО-Тэч — это голографический прицел, который работает от батарейки. Снайперу не нужно зажмуривать второй глаз, чтобы прицелиться. Этот прицел отлично подходит для стрельбы по движущимся целям, в том числе и полоткам. Замечательное оружие. Снайпер может очень быстро прицелиться, гораздо быстрее, чем с оптическим прицелом, и выстрелить несколько раз до того, как цели счастлив. Но некоторые снайперы предпочитают оптику Шмидт и Бендер. Они придерживаются старых методов прицеливания. Когда вертолет далеко от лодки, колебания цели кажутся не такими значительными, поэтому выпустить пулю в цель легче. Но не все оружие снайперов нуждается в прицеле. Самое грозное их оружие отличается своей скорострельностью. У 240-го 950 выстрелов в минуту. Это невероятный показатель. Именно это нам и нужно. Оружие, которое показывает твою реальную силу. Преступники сразу понимают, кто перед ними. И оказывают сопротивление. М240 — это пулемет. Мы используем его для предупреждения. Это оружие массового поражения. Стрелять с вертолета трудно даже по цели, которая не движется. Но когда цель движется, точное попадание кажется невозможным. Каждый снайпер должен вырабатывать собственную тактику для поражения цели. Очень много факторов нужно учитывать перед быстрым. Ветер, скорость, цели, твоя скорость. Цель движется по воде, а при этом постоянно прыгает на волнах. Мы должны фиксировать нужный объект и следить за каждым его движением влево и вправо, вверх и вниз. Это очень важно. Существует целый ряд методик стрельбы с вертолета. Но снайперы чаще всего пользуются одной. Они опираются винтовкой на трос лебедки. Когда снайперская винтовка на тросу, появляется мобильность. Вы можете подать ее немного вперед, оттянуть на себя. Можно совершать небольшие фиксированные движения. Можно прицелиться, но пилот все равно должен вам помогать. Пилот играет важнейшую роль при наведении оружия на цель. Снайпер и пилот должны вести непрерывный диалог, чтобы вместе занять правильную позицию. Общение крайне важно. Без взаимопонимания с пилотом мы не смогли бы эффективно выполнять свою работу. Оказаться на нужной высоте и расстоянии от цели так же важно, как и поместить винтовку в правильном направлении. Это очень важно. Во время подготовки к выстрелу снайпер говорит, что нужно делать. Набрать высоту или наоборот. Он пытается решить все одним выстрелом, поэтому пилот должен стать глазами снайпера и помочь ему занять нужную позицию. Ближе, дальше — это постоянное общение. Мы часто говорим «ближе», «много», «мало», мы понимаем друг друга с полуслова. Говорим «три метра влево» или «подъем на пять метров». Вперед девять, три, понял, вперед шесть. Такому взаимопониманию нужно долго учиться. Только на тренировках начинаем понимать друг друга. Чтобы отработать взаимоотношения пилота и снайпера, нужно проводить постоянные тренировки с движущимися целями. Именно поэтому хитро он придерживается строгого графика огневой подготовки со своими специальными лодками. У нас есть несколько различных сценариев, по которым мы работаем. С тренировочными лодками. Мы часто тренируемся на реке Сан-Джона. Работают все — снайперы, пилоты, команда. Важную роль играют парни, которые притворяются контрабандистами. Только так пилоты и снайперы могут научиться уничтожать их лодки. Наши люди управляют этими лодками так же, как это делали бы наркокурьеры. Пилоты учатся занимать верную позицию, оставаться на нужном расстоянии, чтобы снайпер мог выстрелить. Очень эффективный способ превратить этих парней в команду и успешно завершить миссию. Далее в современном снайпере. Здесь 1053 лошадиная сила. Мы можем совершать сложные маневры и не выпускать катер из виду. Первый выстрел невероятен. Это оно, вот для чего ты тренировался. Вооруженный отряд береговой охраны под названием «Хитрон» патрулирует Атлантические и Тихие океаны. Но управление этими отрядами ведется из этой специальной базы в Сесилфилд. Рядом расположены ключевые тренировочные базы военно-морского флота. Это идеальное место для суровых тренировок «Хитрона», которых они отрабатывают свое мастерство. Именно в этом месте работают люди, благодаря которым удается соблюдать строгий график тренировок. И главная задача — обслуживать вертолеты. Для выполнения уникальных заданий «Хитрона» был выбран необычный вертолет. Это стабильная огневая платформа для снайперов. Здесь у «Хитрона» несколько вертолетов. МАД-65С и «Чарли» — это обновленная версия АД-65. У каждого вертолета свои предсчения, но «Долфин» отлично держится в воздухе. Думаю, это главное его преимущество. Отличный вертолет, у нас их сотни. Думаю, 65-й хорошо справляется с быстроходными лодками. Он стабилен в воздухе, и на нем можно совершать многочасовые поиски. Мы можем сказать ему, чтобы он летел на одной высоте с одной скоростью, и он это сделает. Можно запрограммировать различные режимы полета, создать свои шаблоны. К двум главным пилотам добавляется еще пилот-компьютер. Береговая охрана никогда не сомневалась в «Эд-65-м». Это органичный летательный аппарат. Пилоты его любят, он неприхотлив, инженеры хорошо его знают. С 2000-го многое поменялось. Сейчас здесь новые движки. Мы поставили потрясающий движок двойной, 2CG-турбинный двигатель. Невероятно мощный. Мотор выдает 1053 лошадиные силы. Этого даже слишком много, поэтому двигатели работают не на полную мощность. Два мотора — отличная идея, они страхуют друг друга. Если с одним что-нибудь случится, начнет работать второй. Приятно осознавать, что даже в 60 километрах от корабля и в 100 километрах от берега с тобой ничего не случится. И ты вернешься. МН-65С оснащен последними достижениями электронной промышленности, которые помогают вертолету при выполнении заданий. Большая часть захватов происходит ночью, поэтому ночное видение крайне важно в борьбе с нарко-террористами. Ночью противник тебя не видит, но и ты не видишь его. Поэтому нам нужно оборудование, которое поможет обнаружить судно контрабандистов. Оно есть, это инфракрасная камера под названием FLIR. Здесь есть две камеры FLIR, одна с объективом для дневной съемки, а вторая — для получения инфракрасной картинки. Даже ночью вы увидите температурную картину. Прежде чем открыть огонь, мы должны собрать информацию о судне, сколько там человек. Нужно убедиться, что они не подняли флаг или не зовут нас с катера. Нужно определить государственную принадлежность катера и попытаться выяснить, действительно ли они перевозят контрабанд. Сзади есть оператор, он отвечает за запись того, что мы видим. Впоследствии мы внимательно разбираем эти записи. Но полеты на большой скорости и маленькой высоте очень опасны, если у пилотов нет необходимого оборудования. Эти профессионалы используют самую современную систему ночного видения, которая тренирует картинку прямо на дисплее в их шлеме. У нас в шлеме есть дисплей ночного видения, который нам помогает. Вертолет всегда под контролем. Эта технология дает информацию о твоей высоте и скорости. Ты знаешь, в какую сторону сейчас летишь, знаешь, когда окажешься в нужном месте. Но самое важное ночью — это высота над поверхностью воды. Эта технология увеличивает безопасность всей команды. Ещё одна важная система — это стабильная радиосвязь, которая позволяет вертолёту получать информацию с берега. Береговая Ханна 659, приём, у вас есть разрешение. У МН-65 дополнительная радио и спутниковая связь. В предыдущих модификациях этого не было. Спутниковая связь позволяет мне посреди океана разговаривать с диспетчерской, с кораблями. Очень удобно. Береговая Ханна 659, Хитрон обладает технологиями будущего. Снайперы Хитрона перед каждым выстрелом в быстроходный катер должны советоваться с настоящими рабочими лошадками береговой охраны, с главными диспетчерскими. Эти катера-диспетчеры играют важнейшую роль в войсках Соединённых Штатов по всему миру. На их палубе базируется вертолёт. Это расширяет диапазон применения. Вертолёты на катерах очень важны, они помогают патрулированию, они просто незаменимы. Наши внутренние радары ограничены. С таким вертолётом мы можем заглянуть очень далеко, за сотни километров. С ним мы покрываем обширную территорию за короткий промежуток времени, потому что у вертолёта большая скорость. Но не только вертолёты помогают заглянуть за горизонт. На каждом катере береговой охраны есть специализированные моторные лодки. На них группы захвата сближаются с лодками контрабандистов, которые обезвредил «Хитрон». Это одна из самых опасных задач береговой охраны. Группы захвата хорошо вооружены и по возможности всегда работают под прикрытием снайперов «Хитрона». Перед вами типичная команда захвата. Несколько офицеров, два-три солдата, все вооружены пистолетами и винтовками М-16, два вида оружия. Одно для подавления огня противника, второе для полного его уничтожения. Группа захвата играет важнейшую роль в борьбе с наркотеррористами. Но так же, как и «Хитрон», они лишь часть огромного механизма, который работает на благо Америки. Отряд «Хитрона» сразу поднимается в небо, когда катер береговой охраны засекает подозрительное судно «Гоу-фаст». Но береговая охрана здесь не одна. Целый ряд иностранных структур прикрывает «Хитрон», который всегда справляется с поставленной задачей. Очень важно, что нам помогают другие государства. Мы работаем с другими организациями, и наше взаимодействие очень удачно. нас отличные партнеры. Там работают хорошие парни, которые тоже хотят покончить контрабандой наркотиков. Часто я силовые структуры и другие государства обнаруживают быстрые катера наркотурьеров и просят нас им помочь. Береговая охрана тесно сотрудничает с другими странами. Это великолепно. У нас общая цель. Мощь механизма, который выстроен против наркотеррористов, поражает. Многие факторы должны сработать. Обнаружение, координация. Хороший выстрел. Отряды по борьбе с наркотрафиком постоянно тренируются и ведут огонь с воздуха. Сегодня они проведут занятия в реальных условиях на реке Сент-Джона. Мы используем различные тактики, но каждую из них нужно отрабатывать. Беглицы могут развернуться на 360 или 180 при любой скорости. Снайпер лучше себя чувствует на стабильной платформе, поэтому вертолёт должен совершать как можно меньше лишних движений. на тренировках для симуляции поражения лодки используется специальный лазер. Называется «Майлз». Это лазерная указка для взрослых. Я его обычно так описываю. У снайперов есть источник излучения. На двигателе стоит детектор, и если снайпер попадает в него, он сообщает об успехе. Так мы имитируем стрельбу. У нас приёмники на каждом двигателе. Четыре на корме с каждой стороны. Они фиксируют лазерный луч. Когда лазерный луч зафиксирован, сообщают об этом на вертолёт. Так можно отследить попадание. Есть ещё вспышка красного света. Ночью она моргает, когда они и попадают в нас. Перед тренировкой команда вертолёта и лодки тщательно проверяет готовность оборудования. Сегодня мы совершим тренировочный полёт. Нужно поразить тренировочную лодку на реке Сан-Джона. Мы вылетаем из Сесила через озера Докторс прямо к реке Сан-Джона, где и встретимся с тренировочной лодкой. Оборудование, всё на борту. Если какие-нибудь вопросы позадали. Попутно у ветра. Полетели. Запускаем двигатели, взлетаем. Отлично, готов к бою. Да, сэр. Обычно на тренировках команда на лодке работает по одному из трёх различных сценариев. К каждому из этих сценариев снайпер должен применить оружие. Сценарий подразумевает сначала рутинную работу, потом динамичные изменения ситуации. Так, проигрываем первый сценарий. Лодка должна плыть прямо. Мы начнём сближение, и лодка совершит резкий манёвр. Всё должно быть реалистично. Хорошо, мы засекли нашу цель. Открываю дверь. Так, Антони, посмотри на флир. Нужно выяснить, сколько людей на борту. Если там подозрительные сумки или пакеты. Пока снайпер изучает подозрительные судна через флир, команда «Хитрона» переходит в первую фазу операции. Разведка. На этапе разведки мы должны собрать о них как можно больше информации. Это быстроходный катер. Торксов наши воды. Есть подозрение на контрабанду наркотиков. Национальную принадлежность установить не удаётся. Никаких отличительных знаков. Это даёт нам право досмотреть лодку. Когда мы выполняем задание, обнаруживаем подозрительную лодку, которую могут перевозить контрабанду. Наша первая цель определить его государственную принадлежность. У нас должно быть законное право для остановки этого катера. Во время разведывательной фазы команда сообщает всю информацию о быстроходной лодке в командный центр береговой охраны. Для дальнейших действий они ждут приказа под названием СНО. Снайперу двери 240-й готов открыть огонь. 240-й двери. 240-й пулемёт готов к стрельбе. Команда переходит во вторую сигнальную фазу. Первое, что нужно сделать, это включить световую индикацию, как у полиции. Второе, мы делаем голосовое предупреждение по основному радиоканалу, и последний шаг — это предупредительный огонь. Последний из предупредительных шагов для быстроходной лодки — это стрельба из 240-го пулемёта. Удивительно. Но большинство наркотеррористов не сдаются, даже когда снайпер открывает пулемётный огонь. Остаётся только прицельный огонь по двигателю. Они не соглашаются, не идут нам навстречу. Мы получили приказ обезвредить этот катер. Снайпер готовится к стрельбе, и сейчас принудительно остановим его. Нам придётся открыть огонь. У нас есть лазерная система, с помощью которой мы можем отследить количество выстрелов и точных попаданий. Обычно мы производим два выстрела. Два точных попадания в двигатель, симулируем выход из строя двигателя быстроходной лодки. Два попадания — это полная остановка. Двигатель наверняка заглохнет. Судно остановилось, игра закончена. Мы сейчас кружим над ними, держим их на прицеле. Скоро должна подойти лодка с группой захвата. Они проверят эту лодку, мы подозреваем, что это наркотеррористы, которые перевозят контрабанду. Сейчас мы должны прикрывать группу захвата. Когда за дело берётся группа захвата, снайпер Китрона использует другое оружие — М-14. Ёмкость обоймы больше, чем у М-107, поэтому снайпер сможет произвести больше выстрелов в случае необходимости. Время идёт, а напряжение только нарастает. Второй сценарий полностью повторяет будничный захват нарушителей. По этому сценарию лодка начинает выполнять агрессивные манёвры. Наркотеррористы пытаются скрыться от снайпера. Они маневрируют, плывут не по прямой. Это означает, что люди в лодке не собираются останавливаться и пытаются прорваться в нашу страну любым способом. Конечно, мы обязаны их остановить. Этот более сложный для пилотов и снайперов сценарий, но это наиболее вероятное развитие событий. У настоящих профессионалов, какими являются пилоты и снайперы, не возникло никаких сложностей даже в этой ситуации. Третья фаза тренировочного процесса. Это самый худший для «Хитрона» сценарий. Далее мы обыграем последний сценарий — «Три браво» в конце. Самый агрессивный сценарий мы называем «Три браво». Скорость лодки меняется от 0 до 50 узлов. Они резко поворачивают по 360 и 180. Поэтому сценарий подозреваемый не только опасно маневрирует, но еще производит враждебные действия. Враждебные действия мы называем этот сценарий «Девять орудий». Сценарий «Девять орудий». Они стреляют в нас. Поэтому нужно действовать очень быстро. Если наркотеррористы открывают огонь, «Цельхитрона» меняется с двигателя на тех, в лодке. Но чтобы начать ответный гонь, ситуация должна соответствовать строгим критериям. У нас есть закон о применении оружия, так называемый «Смертельный треугольник». Преступника должно быть оружие определенного типа. Он должен применить его против вас и представлять реальную угрозу. Когда эти контрабандисты переходят рамки дозволенного, они превращаются в террористов-самоубийц. чья лодка будет остановлена любой ценой. Пилоты и снайперы теперь имеют право применить силу. Они не ограничены винтовками снайпера. Если пилоты чувствуют реальную угрозу, они имеют право уничтожить противника. великолепная работа, сэр. Отличный выстрел. Мы сделали то, что были должны. Успех операции береговой охраны порой зависит от одного единственного выстрела. Команда долго и тщательно тренируется, чтобы в реальных условиях не промахнуться. Постоянные тренировки крайне важны, потому что в реальном мире все быстро меняется и нет права на ошибку. Я участвовал в шести захватах. Самый запоминающийся мой захват это две быстроходные лодки, которые плыли бок о бок. Мы выполнили свою работу на отлично. Повезет, если увидишь одну лодку, не говоря уже о двух. Две лодки плывут в одном направлении, они подозреваются в контрабанде наркотиков. Картину я никогда не забуду. Во время последнего захвата мы подлетели к лодке, приступили к фазе захвата, и лодка сама остановилась. Двигатель выключили. Через какое-то время они подожгли собственную лодку. Пытались избавиться от улик, к счастью, им этого не удалось сделать. Когда я получил приказ открыть огонь, один из парней сидел очень близко к двигателю. Он не собирался отходить, поэтому пришлось стрелять в таких условиях. Я совершил первый выстрел невероятно, там сидел человек. Вот оно. Ради этого мы и тренируемся. Только ради этого. На тренировках мы также отрабатываем и другие сценарии. Для нас лучшее развитие события — это обойтись без войска. Нужно всегда быть готовым. Именно этому нас и учат. Чтобы подготовить снайпера, должна работать вся команда. Лучшая тренировка — это настоящая стрельба по двигателю лодки. Сегодня у нас еще более реалистичная тренировка. У нас есть специальная лодка, которую мы привязываем к катеру. На тренировке мы считаем ее быстроходной лодкой, которая не хочет останавливаться. Для собственной безопасности используют трехсотметровый трос, которым привязывают лодку к своему катеру. Они разгоняются по метровым волнам, стрелять в таких условиях очень сложно. Пока команда готовит цель, снайпер должен подготовить свое оружие. Крайне важно, чтобы все винтовки были в полной боевой готовности, но при этом должны соблюдаться все меры безопасности. море спокойно. Петрон начинает тренировку. Максимально приближенную к реальности. Прежде чем приступить к заданию, мы знакомимся с пилотами и привыкаем друг к другу. Никто им не мешает. Команда подготовилась, можно начинать захват. Пилоты и снайпер должны отработать каждую деталь захвата. В вертолете все считают эту задачу настоящей. Итак, я вижу цель. Они незаконно пересекли границ. Это быстроходное судно, сейчас около часа дня. Мы на высоте около сотни метров пытаемся их остановить. Есть подозрение, что это наркокурьеры. Знаков о государственной принадлежности нет. Снайпер должен видеть все. Он должен знать, что происходит в лодке, что происходит в воздухе, что с нашим оружием, что с пилотами. Нужно постоянно поддерживать связь. Мы запросили СНО. Ждем подтверждения на открытие огня. Хитрон сближается с подозрительной лодкой и дают несколько сигналов, чтобы лодка остановилась. Заглушите двигатель, заглушите двигатель и остановитесь. Это береговая храна США, канал 1-6. Лодка не реагирует на сигналы. Так, они не останавливаются, приготовятся к стрельбе. Понял, я готов открыть огонь. Вперед пять, вперед три, вперед два, медленнее. Отличная позиция. Открыть огонь. Понял. Первый предупредительный, второй, третий. Стрельба окончена, понял. Держи лодку на прицеле, облетим ее, понял. Лодка не остановится. Снайпер должен уничтожить ее двигатель. Судно по-прежнему не избавляет код, приготовится к стрельбе. Понял. Только во время тренировок снайпер поймет, как сложно стрелять с летящего вертолета по движущейся цели. Взять их на прицел. Я готов открыть огонь. Даже подготовленному снайперу сложно попасть в цель, которая беспорядочно подпрыгивает на волнах. Готовлюсь к выстрелу. Левый планшир, понял. Открыть огонь, понял. Стреляю. Так, прекратить огонь, прекратить огонь, понял, прекращаю. Удивительно. Каждая из пуль попала в цель. Именно такая точность и требуется от снайпера, поэтому Хитрон не упустил еще ни одной быстроходной лодки. Чтобы совершить единственный выстрел, нужно долго тренироваться. Наступает момент, когда тренировки дают результат. Тогда мы понимаем, зачем столько летаем, работаем. Когда пуля снайпера поражает цель, это удивительное чувство. Ты понимаешь, что все тренировки прошли не зря. Это лучшая работа на свете. Мы полностью посвящаем себя ей. Больше всего я люблю в своей работе это смотреть на лица счастливых парней, которые производят свой первый удачный мастер. Я всегда ценю в людях их самоотдачу, страсть, с которой они работают, выполняют свой долг. Береговая охрана может делать то, что дано немногим. Я рада служить береговой охране, но несмотря на все рекорды успеха Хитрона, картели продолжают свое сопротивление. Мы должны быть готовы ко всему. Даже если контрабандисты изменят свою тактику. Они пытаются сопротивляться за последние несколько лет, что я здесь, пару раз атаковали Хитрон, но пока нам удается находить противоядие против их жажды на жизнь. Думаю, пока они не поймут, кто хозяин этих морей, мы продолжим ставить собственные рекорды. Как и снайперы из других родов войск, снайперы и береговой охраны должны быстро адаптироваться к изменчивым условиям. Эти люди еще долго будут играть важнейшую роль на поле боя.